я шел по мосту и в глубине потока увидел прекрасные цветы мастера никуда не идет лучшие бойцы умрут сами приветствую вас и закрылые моллюски с вами федорович и наконец-то я вам покажу то во что мало кто верит это реальный уличный бой двух диванных мастеров несмотря на то что вселенная всячески пыталась не допустить такую битву он случился как соловей в шоке от кукушки из яйца так и вы в абсолютном шоке от этой баталии даже я не мог сразу поверить то что увидел но это реальность два величайших а это видно сразу по их месту накопления силы чьи мастера сразились и все как на тренировках закончилось через пару секунд смертью одного из них но чтобы достигнуть такого вот уровня нужно без жалости к себе тренироваться каждый день не только возле холодильника но и на стене как этот будущий мастер меня зовут великий кико как вы догадались по моему брюху я один из лучших мастеров на десятки километров вокруг но это слава не свалилась мне на голову просто так кроме того что я 30 лет усердно уничтожал пельмени и тренировал свои челюсти на тысячах беляшей я еще и занимался по лучшим журналом про каратэ поэтому смело называю уэсибу фунакоши танаку и еще кучу непонятных японских фамилий своими учителями я зла никогда не помню поэтому приходится его записывать каким ваше нытью я еще не такой великий мастер у меня нет великолепного пивного брюха я не могу съедать по 100 пельменей за раз что мне делать я несчастный диванный дрыж жалкими 95 кило вот что брать соседа который еще более дрыщавый и работать над скоростью как мастер винчун из матрицы возвращаться плохая примета особенно к жене после трех суток загула а эти любители ножей постоянно возвращаются и начинают меня упрекать что я даю слишком мало приемов против ножа а ведь сейчас в нашем культурном и цивилизованном мире без ножа вообще никто не ходит я конечно с этим согласен ведь каждый из вас выходя на улицу сует в трусы мачете ну да ладно дам вам один верняковый прием чик я прекрасно осознаю сквозь туман своих лет что не каждый из вас настолько жестокий чтобы после приема еще пять раз добивать лежачий труп как настоящий мастер поэтому дам вам приемчик попроще привет подкаблучники если вы смотрите мое видео значит вас как и меня дома избивает жена и периодически хватается за нож от чего я стал носить розовую рубашку она черную чтобы сразу обозначить кто из нас доминант в хате в общем я взял свою 40 килограммовую любовницу помощники и решил записать видео курс по самообороне ведь жену я взять не мог она со своей соткой меня бы порешила после первого приема когда 40 килограммовая девочка выставила руку с ножом прежде всего нужно махнуть своей деревянной кочергой и молиться всем богам чтобы у вас хватило растяжки и вы не навернулись с ракой на пол как это у меня было неоднократно но если это дерзкая мазефака начнет махать ножом типа делая атаку на вас за три метра тогда вам нужно подбежать к ней и схватить ее за руку чтобы потом как грациозный павлин кружится под ее рукой честно говоря я уже не помню в какую сторону и зачем нужно крутиться ведь я видел этот прием в кино всего один раз также очень эффективно приседать под ножом когда ваш противник будет вас бить над головой по вашей команде но делайте это медленно и тяжело как я с моим радикулим еще одна классная фишка это схватить эту ведьму за руку когда она показывает на вашу лысину ножом и что-то с ней сделать я уже не помню что именно там делается но этот прием точно поможет вам порешить эту меймру которая забирает всю зарплату дерется сковородкой обзывает вас лысой свиньей бухает по ночам и не дает все я буду заканчивать это видео нельзя красть деньги с миски у нищего но можно подкорить себе законы вселенной и физики став лучшим мастером особенно когда у тебя есть жирные ученики китайцы которые готовы на все за миску рис подписывайтесь на канал ставьте лайк жми нажмите колокольчик и делитесь видео в соц сетях а в комментах напишите вы сначала наберете массу мастера или выучите приемы от жены как бы не отходится образа представляем что мы медведи нас окружили волки начинаем танцевать и отбиваться соответственно вот так квадрата одна за дистанции Короче, я вот что делаю? Хлопаю, вырываю ключицу, это ключица, вырываю голос. То есть вот так вот это выглядело. Обмазывающий сильный. Атака слева, атака справа. Атака слева, атака справа. Это называется лебедь. Наше упражнение, секретный комплекс упражнений по милитации. Старайтесь эти упражнения, значит не светить нигде. Шарики солнечные. Ставил. Какой идиот будет вот так вот на раз идти? Нет, вот так я набегу, да. Вот я стою на дистанции. Успевайте. Успевайте. Успели? Хоть один раз. Ничего не успевайте, это убит. Продолжение следует...